Большая Балашиха Лайф. Новости. В преступлениях отчитался начальник межмуниципального управления МВД России Балашихинска Павел Калантаевский. На территории Балашихи участились вызовы по поводу неисправности газового оборудования. О зафиксированных случаях рассказал начальник Балашихинского гарнизона пожарной охраны Александр Марченко. Три последних вызова на неисправность газового оборудования. На один вызов был два погибших, но там не было пожара вообще зафиксировано. С этим разбираются компетентные органы. И соответственно еще на два случая при неисправности газового оборудования было загорание. Заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями на данный момент снизилась. Однако сохраняется вероятность второй волны. Кроме того, больницы города готовятся к единому дню диспансеризации, который планируется проводить по субботам. Все, кто желает за один день пройти обследование, следите за объявлениями и приходите в субботу в одну из поликлиник города. Одним из важных направлений администрации является работа над проектом Генерального плана развития объединенной территории. О том, на какие моменты в процессе формирования плана будут обращать особое внимание, рассказал глава городского округа Балашиха Евгений Жирков. Нам нужно в первую очередь сегодня обеспечить существующие микрорайоны, новые микрорайоны, объектами социальной инфраструктуры. В первую очередь теми объектами, которых не хватает сегодня на нашей территории, реконструировать ряд объектов спортивных, дорог. Что касается дорожно-транспортной сети, то здесь несколько направлений. Это ремонт существующего дорожного фонда и развитие хордовых дорог, которые должны соединить наши микрорайоны уже внутри нашей территории, кроме тех магистралей, которые идут и режут наш город. Ну и конечно, это один из основных моментов, еще один, как я считаю, третий блок, это переселение граждан из ветхого фонда. Екатерина Беликова, Александр Спицын, Большая Балашиха Лайф. Новости